МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире православный календарь. Сегодня мы расскажем. Один из древнейших храмов Якутии готовится к юбилею. Идем в храм. На вопросы телезрителей отвечает Ирия Виталий Беликов. Празднование собора Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных установлено в начале 4 века. Лаокидийский собор 35-м правилом осудил и отверг елитическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре, 9-м месяце от марта, в соответствии с числом 9 чинов ангельских. Один из древнейших храмов Якутии – Богородицкий. В городе Якутске украсился новым иконостасом. Малый иконостас расположен в Благовещенском пределе церкви. Он дополняет ансамбль центрального, старинного иконостаса и выполнен в той же манере. Помимо декоративного убранства, еще одним уникальным моментом, связанным с нашим иконостасом, являются иконы святителей. Дело в том, что по благословению архиепископа якутского и ленского романа были написаны образа святителей Сибирской земли, которые так или иначе связаны с нашим городом, с нашей землей. Они либо бывали здесь в миссионерских путешествиях, либо заботились о проповеди Слова Божья в нашем крае, направляя сюда миссионеров, молясь, духовно переживая о Якутии, о нашей земле, о нашем крае. Храм Рождества Пресвятой Богородицы готовится к юбилею. В ближайшее время он отметит 250 лет. К такой дате в храме ведутся восстановительные работы. Сегодня на реставрации находится еще один малый иконостас. Древнейший храм Якутии – самый популярный среди горожан. Именно здесь пребывает главная святыня – икона Божьей Матери и умиления города Якутская. Каждую среду перед иконой читают Акафист. Прихожан всегда много. Всем известно, что Пресвятая Богородица, она может вымолить любого человека, любого. Особенно сильна молитва матери. И она как мать, кому нам, матерям, обращаться, как к ней. Конечно, у меня есть дети, которых я тоже молюсь, прошу. И не раз, не раз помощь Пресвятой Богородицы была явлена лично мне. Заболела моя мама коронавирусом. И как не пройти, она Акафист. Сам Бог велел прийти, помолиться Богородице, поплакать, попросить слезно, чтобы мама выздоровела. Слыши, чьи речки, притонит ухо Твое. Да, воин Господа. Я сказал, идися нам, слыши, святого Евангелия Господа. Новости Якутской епархии в режиме онлайн. Сотрудники-волонтеры отдела благотворительности и социального служения Якутской епархии посетили учащихся интерната для детей-сирот, пациентов хосписа и многодетные семьи и вручили им подарки и фрукты. Акция была приурочена ко Всемирному дню доброты. Студенты Якутской духовной семинарии посетили достопримечательности и святые места города Москвы, а также побывали в Свято-Тройской Сергиевой лавре. правякутия.ру Новости православной Якутии. Наша самая популярная рубрика «Идем в храм». На вопросы отвечает Ирия Виталий Бериков. Телезрители спрашивают. Сыну 16, зависимость от телефона. Что делать? 16 лет. Достаточно непростой возраст. И многое уже, видимо, в воспитании ребенка упущено. В этом случае воздействовать, как прежде, силой, давлением не удастся. И важно стать другом своему сыну, научиться быть в какой-то степени человеком, который может поделиться чем-то сокровенным. помочь сыну найти альтернативу, ненавязчивую. Предложить ему заняться спортом, сходить с ним в поход, отправиться в поездку, быть в этом отношении более открытым. и не стоит давить на ребенка. Все должно пройти своим чередом. И та альтернатива, тот образ жизни, те взаимоотношения, они так или иначе вытеснят гаджет на второй план. Я, Кидыба Наталья, преподаватель воскресной школы Казанского храма города Нерингре. Мирская моя профессия – учитель-дефитолог реабилитационного центра СУВАК. Все мои деятельности связаны с работой с детьми. Дети бывают послушные и непослушные, но главная их особенность, что они всегда доверяют Слову взрослого. Евангелие – это Слово Бога. Для меня оно Слово правды, которое никогда не лукавит, не обманывает. Оно истинно. Истинный Абсолют, который помогает в этой жизни выбирать те поступки, которые бы были угодны Слову Божию. И сейчас я прочитаю Евангелие от Матфея, 7 главу. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки-хищни. По плодам их узнаете их, собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит, и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли именем пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им. Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие. И так всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и развелись реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает все слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и развелись реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его. Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. С вами был православный календарь и Анжелика Тупицына. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова